День военно-морского флота Фокина отметили с размахом. Праздничные мероприятия начались с самого утра. В 10 часов в пляжном городке Песочница стартовал военно-спортивный праздник, в рамках которого состоялись соревнования по пляжному футболу, волейболу, гиревому спорту. Также все желающие могли проверить свой уровень физической подготовки и выполнить нормативы комплекса ГТО. Кроме того, отдыхающие приглашались для участия в состязаниях по подъему гири весом 16 килограммов, метанию метатора копья, прыжкам в длину и через скакалку. В Фокина, городе военных моряков, принято отмечать профессиональный праздник – День военно-морского флота высокими спортивными достижениями. Каждый год сюда приезжаем, играем, занимаем почетные места, ну если везет, конечно. Ну традиции, я понимаю, такая. Ну да, каждый год собираемся все здесь, играем в свое удовольствие, отмечаем праздник. Несмотря на жаркий день, желающих поучаствовать в состязаниях оказалось достаточно много. Организаторы соревнований при выборе видов спорта позаботились о том, чтобы принять участие в играх могли люди самой широкой возрастной группы и разных спортивной формы. Нет таких жестких требований, что это команда «Восход», футбол там или еще какая-то. Все собрались, как в дворовом футболе. Сорганизовались, там 3-5 человек, выставили команду и играют. То есть вот это уже получается полноценная команда. Точно так же и пляжный волейбол, то есть Татьяна Николаевна Дрозач проводит этот вид, и ее выпускники, и воспитанники, и все желающие, которые отдыхают на пляже, имеющие к этому отношение, все могут поучаствовать в этих мероприятиях. Помимо этого, жители и гости нашего города могли попытаться выполнить нормативы всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». В этот день на пляже работала специальная комиссия регистрационного центра. Все спортивные результаты фиксировались и заносились в протоколы. Официальный старт ГТО для взрослых граждан будет дан лишь в январе 2017 года, но проверить уровень своей физической подготовки в тестовом режиме можно уже сейчас. Это выполняет мужчины 6-7 ступени. Метание имитатора копья. В целях безопасности не снаряд 700 и 500 грамм, а имитатор копья весит 200 грамм. Тем более зрелищно, летит, свистит. Упражнение на гибкость можно свою проверить, то есть наклон вперед. И мы проводили для желающих, были у нас ребята, которые пытались выполнить нормативы в плавании. Один заплыв прошел вот. Пока, ну, в общем, ребята выполняли на серебряный знак. Ну, вот такая программа. Соревнования проходили одновременно на нескольких спортивных площадках. Состязание обслуживала судейская бригада тренеров-преподавателей детской и юношеской спортивной школы и городского стадиона «Восход». После завершения стартов состоялась церемония награждения. Медалями и грамотами отметили лучшие команды и победителей в личном первенстве. Всем участникам спортивного праздника было обеспечено отличное настроение, заряд бодрости и здоровья. Уважаемые ветераны военно-морского флота СССР и России, поздравляю вас с днем военно-морского флота. Желаю вам добрых мыслей, благих намерений, крепкого здоровья и верить в лучшее и в наш флот.